С самого утра на Карла Маркса 442А кипит работа. Вчера вечером снова пошёл снег и двор погряз в сугробах. Подбадривая друг друга шутками, местные вышли на уборку. Не проще помахать лопатами и люди довольно почтенного возраста. Пока дети и внуки на работе, они тоже проводят время с пользой. По силе возможности. Не обязательно усердствовать, а работать потихонечку. И очень полезно. И помощь двору, и как-то дому. Есть же специальные службы, созданные для того, чтобы ходить. У них работ хватит, наверное. Хватает. А мы просто помогаем. Работы на коммунальщиков и правда за последнее время свалилось немало. В администрации Тамбова не раз просили горожан относиться к нынешней ситуации с пониманием. Порой из-за равнодушия самих же жителей уборку во дворах бывает невозможно провести. Призываем в настоящее время всех жителей в случае вот такого снегопада, а у нас за последнее время в этом году второй, чтобы оказывали содействие, когда мы пишем объявление, чтобы убирали машины, чтобы прошла техника, и чтобы было комфортно и жителям, чтобы расчищен был двор. И подъехала скорая во время пандемии, такие же пожарники. На радость коммунальщикам эти люди призыв оказать содействие восприняли буквально. Стоять в стороне здесь просто не умеют. Для таких случаев у них и инвентарь подготовлен. В арсенале соседей 12 лопат. Остальных инструментами обеспечила управляющая компания. У нас всё своё. У нас своя сварка есть. И свой сварчик есть. То есть, если вот что-то там где-то в забор, или вот там часто ребят большие приходят, вот эта вот, как она называется, спиралька, отскакивает. То есть, как у Саши выходной, мы договариваемся, он выходит, он приварил. Мы идём, не идём, он в долговой центр, мы не просим. И я как-то говорю, Саш, хочешь шоколадку тебе купить? Он говорит, тетлю, здесь мой сын ходит. Ты что, мне хочешь обидеть? Двор живёт как одна большая-большая семья. Здесь вместе отмечают праздники, причём как зимой, так и летом. Вместе собираются за чаем, чтобы обсудить насущные вопросы. Ну и, конечно, вместе их решают. Традиционное чаепитие на Карла Маркса планируют устроить и сегодня. После такой активной прогулки вечер обещает быть особенно уютным. В мыслях у соседей приобрести электронное фортепьяно, чтобы в тёплое время года собираться вместе на дворовых концертах. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей.